Год на то, чтобы поменять кассы. Срока говорили федеральные законодатели. Пока всего 15% предприятий в регионе перешли на новую контрольно-кассовую технику. Закон был принят еще в 2016-м. Времени, чтобы полностью сменить оборудование, у предпринимателей остается совсем немного. К июлю 2018-го все должно быть готово. Основное направление – это переход на использование контрольно-кассовой техники в режиме ежедневной передачи данных о расчетах. То есть это данные о кассовых чеках, об отчетах в течение смены, которые формируются в Федеральную налоговую службу, централизованы на сайт Федеральной налоговой службы. Исключение – отдаленные районы, в населенных пунктах, где связь с интернетом плохая. Работать можно будет по прежнему порядку. По словам специалистов, новая система позволит избежать фальсификатов и снизить теневой оборот. Кроме этого, получится наладить систему учета товаров. Все ИП, которые внедрили новые кассовые аппараты, номенклатуру товаров будут вносить до февраля 2021 года. И снова исключение – подакцизная продукция, то есть алкоголь и табак. Ее учет должен быть налажен в течение этого года. Так что впереди у предпринимателей много работы. Понятно, что приобретение новой контрольно-кассовой техники повлечет каких-то дополнительных затрат со стороны предпринимателей. Вместе с тем, это обеспечит прозрачность оборота денежных средств, как наличной, так и безналичной форме. В помощь предпринимателям налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Но по словам самих частников, это капля в море. Вот один из старейших магазинов на проспекте строителей. Здесь новый кассовый аппарат заказали еще в прошлом году, а установить удалось совсем недавно. Бухгалтер рассказывает, новинка встала предприятию в копеечку. Фискальный регистратор, который уже в кассе находится, сканер, чтобы сканировать продукцию, непосредственно системный блок, монитор, ну и все сопутствующие материалы. Но если говорить о стоимости оборудования кассового места, то это порядка 110-120 тысяч. Кроме оборудования есть еще и неизбежные ежемесячные расходы. Это интернет, услуги программиста, настройка и первое время обучения персонала. Малые предприятия без кредитов и накоплений такой роскоши себе позволить не могут. А тем временем ближе к часу X аппараты дорожают. Почему быстро так все? Потому что думали, что будет ажиотаж в связи, ну все будут приобретать, работать надо, жить надо. И цена будет только расти ближе к дате, когда нужно уже непосредственно ставить кассовый аппарат. Если налоговая отчетность с кассовой выручкой не расходится, то никаких проверок и претензий к предпринимателю не будет. Выгода же для ИП от нововведений пока только перспективная. Основные плюсы появятся, конечно, у покупателей. После внедрения новых кассовых аппаратов потребитель сможет получать чеки не только в бумажном, но и в электронном виде. Через интернет можно будет проверить качество товара и достоверность цены. То есть обмануть кассиру покупателя будет просто невозможно.